Ну что, вот моя самая первая, кстати, чего я никогда не говорил, капсула времени, с которой все и началось, с которой все и началось. Сейчас у меня обычный день, машина, как обычно, стоит всю свою историю сознательно. Попытался я недавно выезжать этим, ну недавно, это месяца 3-4 назад, не помню сколько уже. Получается, у меня там что-то было, потек антифриз сверху. Сейчас я сбираю машину, везу к Павлу, ну сейчас буду все снимать, немножко буду разговаривать сам с собой. Вот такой вот день хочу снять, весь день, который связан у меня с этой Волгой, вырезать ничего не буду. Кому интересно, смотрите, у кого есть Волги, имейте в виду, если машина долго стоит, будете с этим тоже связаны. Все, я одеваю сейчас приблуду специальную и понесется мой рабочий день. Душа с собой обычно беру, такую штучку купил, чтобы передать все свои впечатления и эмоции. Повешу камеру, сейчас удобно. И понеслась душа в рай, как говорится, обязательно беру с собой вот этот фонарик, один из своих четырех фениксов. Это просто, я же говорю, пауэрбанк, это вещь, которая нужна. Если мне она потребуется сейчас, я ее включу. Ну и так будет более детально все видно, более приятно наблюдать за процессом. Тем более, смотрите, как он вешается. Опа. Прикиньте, а, не то что, пауэрбанк, фонарик. Еще вот такая вот система, светосистема, не правда ли бомба, а? А как, вот я все время сколько играю, всем не могу наиграться. Видите, свет какой. Хочешь белый, но вот желтый, это просто вообще в мою тему. Ладно, я одеваюсь, одеваю эту всю бодягу и понеслась. Смотрите, кому интересно, кому не интересно, посмотрят лет через 20. Мне, например, будет очень интересно. Сейчас сделаем пока шоу так и переодеваемся. Начинаю вот такие вот чудесные ключики в оригинальном чехольчике. Видим. Все, начинаем сегодняшнее мероприятие. Подготовка моей первой настоящей капсулы времени. Чтоб вы понимали, ребята, я не знал, потому что она была вся под слоем парафина, что она такая красивая. Я не знал, я догадывался. Чуйка у меня присутствует, так что догадывался, но не знал. Чехол, смотрите, какой суперский чехол, он мягкий. Он мягенький и очень хороший. Сейчас мы его спрячем, посмотрим, как заведется машина. Самому все очень интересно. А вот еще одна капсула времени, но они как-нибудь чуть позже. Ну, это реально тоже 50-е годы. Сейчас не будем развиваться. Сейчас я скрываю вот это чудо-юдо. Пробуем завести ее. Да, тяжело поверить, что это родной цвет, родная краска. Это очень тяжело поверить. Даже меня сейчас куда-то... Ну, тяжело, в общем, что сказать. И двоечку, кстати, я сегодня покажу тоже в родной краске. Все пишут. Не родная. Я понимаю, как тяжело поверить. Слушайте, если я когда двойку покупал, у меня вопросы по цвету дисков. Да и не только по цвету дисков, так как это ранее двойка образовались вопросы. Но методом тыга потом я врать не умею и не люблю. Если бы она была отреставрирована, я бы все сказал, ребята. Но не мое это дело. Есть достаточно много в этой теме людей, которые вам умеют врать. Так что смотрите, если что, их там пол полуэлликса. Все, отлично. Посмотрите, какая чудесная капсула времени, а? Не правда ли? Это просто восторг. Салон не мытый ни разу мною. Только кузов помыл, когда купил ее. И то никогда купил, а через 8 лет вроде бы покупки. В 2014 году или 2015, не помню. Только помыл кузов. Стер этот парафин и вот что было. Так что такие дела. Все, понеслась душа в рай. То я заговорился уже. Сейчас начну опять. С 1 на 2, с 3 на 4. Идет подготовка. Идет подготовка. Какой гараж узкий. Это что-то. Камера снимает. Я говорю, я снимать не сниму. Капот. Есть перчатки. Это очень хорошо. Перчатки. Посмотрим, жив ли аккумулятор. Аккумулятор куплен был абсолютно новым. Ну и выехал я на аккумуляторе один раз. После чего у меня потек антифриз. Ну я удачно доехал. Поездил на ней нормально. А потом приехал в паркинг и смотрю, температура растет. Очень надо следить за температурой. У меня роса начал он вытекать вот сверху. Я обратил внимание. Но до этого мы дойдем чуть позже. Сейчас мы для этого едем к Павлу. Сейчас мы возьмем фонарик. Он нам здесь пока не нужен. Пошли со мной. Посмотрите, какое чудо. Бац! Прилип. Слепит. Правда, сейчас мы вот так вот все сделаем. Все, присоединили. Главное, чтобы не упал. Главное, чтобы не накрыло. По крайней мере, это точно уже. Все, ищем. Вода. Так, что у нас здесь? Бензонасос надо еще покачать. А бензинчик вверху, вон видно. Ладно. Я думаю, все вырегут бенз на месте. Я ему одну кинул. Сейчас находим вторую. Не заведется. Мы поможем ему. Мне это даже очень интересно. Думаю, что вряд ли заведется, несмотря на то, что новое. Так, это мы сделали. Это сделали. Что, попробуем чих-пых-дых? Там уже окисление пошло. Блин. Все. Со временем, чем больше она стоит, тем хуже. Вон, видите, окисление. Ну, сейчас мы все сделаем. В этот раз. И в следующий, если надо будет, сделаем. Если бы она ездила, с ней было бы все в порядке. Но вот такая вот ситуация у нас. Мне главное сейчас выехать на улицу. Там немножко проехаться, чтобы было удобно ее загрузить на эвакуатор. И все. Пыльная вся. Сколько лет не мыть? Конечно, скажи, какой я буду не пыльной. Тут посвечу тоже, чтобы было приятнее смотреть. Видите, вот это все надо мыть. В грязь тех... В грязь 60-х годов. Все 60-х. Вот куврик я так постелил, чтобы... Ну, это мы уже сделаем. Ну, надеюсь, как я обычно говорю, летом-летом у меня уже проходят десятилетия. Я все никак ее не помою внутри. Вот это не помою. Это все не помою, что? Оно все такое залапанное. Вот тут тоже парафинчик был. Чуть-чуть отмыли. Ну, а так, посмотрите, сказка. Часики затикали. Мизец, класс. Пипец, да? Согласитесь, как красиво все. Ну, это кто в теме? Чтобы быть в теме, надо много лет видеть их, покупать. Кто покупал новую машину, у меня есть такие друзья. Одному 92, одному 95. Только тот может определить и сказать, да, помню такой цвет. И то кофейный была очень большая редкость. Так, что у нас здесь? Здесь я смогу прицепить его, но надо очень аккуратно. Вот так вот. Не, нифига. Тут так вот поставим фонарик. И все. Хай светит. О, стрелочки встали. Бензин есть. Тот, который нельзя. 95. Сейчас попробуем, как она спустя много месяцев заведется. Ну, что, давай, дорогая. Чихни-пыхни. Попробуем тебя завести. Так, а ты у меня на нейтралке хоть. Я уже забыл, где тут скоростя. Это задняя, да, вроде бы. Ну, ладно, вот нейтралочка. Все, поехали. Аккумулятор нормальный. Аккумулятор супер. Это все меня радует. Но даже если бы с ним были какие-то вопросы, я бы все равно его подкурил. Обычно на третий раз. Я ей даю вот так посмоктать. И обычно на третий. Ну, думаю, сейчас я чувствую, что третьего не получится с третьего раза. Ну, да ладно. На руль вывернут. Не, на третий нет. Ну, ждем четвертый давай тогда. А ты как тут, дружок, а? Обитаешь норм. Главное, что покупать. Четвертый не хочет. Да ничего. До пятого дождемся. Нам-то шо. Поехали. Кстати, подсос тоже, мне кажется, уже не работает. Провода чуть-чуть покислились. Всю ее вот это поделать, почистить. Но уже следующим летом повторюсь. Давай, 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 дорогая. Не хочешь? Что-то там забурчало в желудке у нее уже. Вроде подсосом поработал, но что-то он не работает. Может быть еще... Там что-то уже... Хотя, первый раз так она долго заводится. Обычно стреляла с третьего раза. Наверное, бензика. Слушайте, наверное, реально бензинная. Все. Да, не подсосал. Сейчас заведется. Уже бензин, чувствую. Подошел к месту. А ну-ка, а ну-ка. Да, дорогая. Обратите внимание. Обратите внимание, на холостых... Тут не холодно в гараже, но опять же, она очень давно не работала. Но все равно, как на холостых работает, мягко. Да, подсос надо делать. Отрегулируем. Сейчас может заглохнуть. Все, сейчас прогреется, будет как часы работать. Вон капает, потекла водичка. Видите, вот там. Вот. Мне нету времени сейчас получается, чтобы разговаривать. Сейчас я ее глушу. Убираю там кресло. И надо выгонять. Надо выгонять. Мне самое главное, доехать до улицы. Все остальное сделает уже эвакуатор. Самое основное. Завелась, все в порядке. Не было ни разу, чтобы она не заводилась. А вон водичка капает. Вон она пошла, пошла. Жди своего времени. Сейчас поедем. Сделать тебя. Так, убираем чехол. Убираем чехол сюда. Вау. Куда хочешь цепляешь. Фонарь просто отпадный. Как я люблю хорошие вещи. Видео у нас идет. Да, идет. Все нормально. Убираем чехол. Я думаю, сейчас можно включать. Видос. Буду выезжать. Ничего обратного. Сейчас ничего интересного у меня не будет. Убираем эти вещи. И начинаю выезжать. Что у нас с колесами? Колеса в норме. Колеса в норме. Выехать можно. А потом уже проверим. Вот эти колеса. Это родные колеса. Вот эти, да? И они вообще не спускают. Спускает за два года, может, одно колесо какое-то. Не полностью, а чуть-чуть. Вот что значит каучук. Не потресканный. Ни хрена, блин. Такое ощущение, что она готова еще 60 лет вот так вот заводиться, стоять, выезжать. И ни хера с ней не будет толком. Все. Начинаем выбирать вещи. Кто угадает, что здесь получит подарок? Все, поехали, дорогая. Выезжаем. Уезжаем. Ставим сейчас камеру поудобнее, чтобы внутри там смотреть. Толком нечего. Мы сейчас его остановим. Куда-нибудь сюда. И будем любоваться. Так, фонарик. Берем тебя для профессионального освещения. Так, эвакуатор. Все. Да. Супер эвакуатор. Видите? Все у меня под названием. Алло. Да. Едешь, да? Все, супер. Сейчас я выезжаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Субтитры�도. Здравствуйте! Фиксаторы слышали? Работает. Класс! 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 Еще камеры, да, надо ее же приспособить как-то. Ууу, полетели! Пля, вообще просто шикардос! Как она заводится! Вот Солнечный день Я чувствую пока все идет По плану Вон снежок Вон видим, да, первый ее снег Я думаю она вообще снег никогда Вообще не видела, я не думаю, я уверен Я уверен Главное не впиздюхаться никуда Какая она мягкая Карета, просто карета того времени 60 лет машине, да, ни черта в ней толком не делали Так по мелочевке Масло Антифриз поменяли И все, ребят И вот она едет, как и ехала Завелась Нам надо как-то удобно припарковаться Здесь все забито Ну вот, я уже вижу местечко Где мы с вами встанем Подождем эвакуатор Все Место отлично Все отлично, ребят Я очень доволен У меня пока все по плану Подключаем эти приспособления все Удобные Для съемки Сегодня все у меня полный мой день Я фиксирую, ничего не вырезаю Это реальная история Вот эту вещь купил давно Ну специально для поисков драгоценностей Металлоискатель покупал Ага Я там растение Все, все снять Все снял Можем обойти Посмотреть ее на улице Какая она Красивая И ждем Окно пусть будет Открыто Смотрите, какая толщина окна Колеса в норме Все супер Цвет просто Жесть Повезло, что у меня лежит здесь компрессор Хотя он здесь не должен лежать Я только что выехал Не знаю, с чем связано Видите, резко спустило колесо Но Но посмотрим уже у Паши Сейчас попробую накачать его Потому что оно, я не уверен Может проколол Хотя вон оно до конца не спускает Сейчас Будем пробовать Причем прикуриватель работает Компрессор от него включается И это уже хорошо Это очень хорошо Это очень-очень хорошо Если накачается То будет все Very Very good Так Главное, чтобы Нам снег оттуда Ну все, повыдуваю Ну видите, чуть-чуть лапнуло Сейчас Качаем Да, да Прейс Без проблем Сейчас мы ее заведем Попробуем, по крайней мере Чтоб так было Легче 115 тысячи Повторюсь На машине Это моя первая капсула С нее все началось Вот Наша самая любимая Понемножку качается Но если будет спускать Значит я что-то здесь уже успел Зацепить Ладно, ждем Кстати Она немножко прогрелась Обратите внимание Как работает Пока колесо качается Сейчас холодно Греться она не будет Как часы работает Класс Дело идет Все подкачаем уже В паркинге Или у Паши Это меня радует Ждем Все Я думаю Этого выше крыши хватит Так Эвакуатор приехал уже Вон он там стоит Сейчас будем Заезжать И продолжать Наше движение Время идет Я тут уже подзадубел Немножко сидеть Все Едем Что попробуем Там конечно Попробуем Но Там очень тяжело Будет сейчас заезжать Я так подозреваю Потому что там такой Угол наклона Большой Что пиздеть Да Блядь Вы что Ляньки Я там не заеду Блядь Не 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 Я не заеду Блядь 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 Слушай, ты красавчик вообще, блядь, вообще красавчик. Видишь, ты так аккуратно, блядь, вообще красавчик, в такой машине, блядь, да, сейчас снежок, я думаю, сейчас хапанула снега и все, и будет плавно, да, 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 я очень аккуратный, если, я даже уже хотел не заезжать, но думаю, попробуем, буду плавненько-плавненько играть с сцеплением. Так, все, машина погружена, это меня уже радует, включаю скорость, забираю свои вещи и стартуем дальше. Вот она, надо колеса подкачать, хотя ее сейчас притянули, за счет этого колеса так опустились, а вот в последнее время меня выручает вот этот вот Мерседесик старенький. Всегда езжу с ним. Сейчас очень было опасно заезжать, потому что вот этот снег скользкий, резина, сами понимаете, какая, тут ее просто, грубо говоря, нету. Ну ладно, все нормально, так бы мы ее затянули и без заезда. Старушка! Эти машины, кстати, если за ними следить, то они переживут всех. Когда я ее купил, женщине сегодня лет 65 уже, она мне показала фотки, в каком-то из видео есть, она стояла возле этой машины, ну и годика три было. И братик ее чуть выше ростом получается. Сегодня ей 65, и когда я купил эту машину своему сыну, ему было годик, ну ему вообще, он только родился, я ее купил, но он сфоткался тоже с ней, когда ему было два годика. Только более маленький еще, чем она, а сегодня он у меня вот такой вот уже, кабанчик. Вот. Такие дела. Все, я стартую дальше. День продолжается. Встретимся теперь на All-Car Service. Блядь, забыл. Как обычно, что-то забуду. Когда спешишь, ты все забудешь. Ты все забудешь, когда спешишь. Все, поехали. Ну что? На передаче она? На передаче, да. Ручник не ставил на всякий случай, потому что не заклинило ничего. Не заклинило. Ну, не ставил. Тут ручник на коробке. Да. На коробке ручник. А так вкусно. Как там, понял? Ну, с коробки выходит. Я понял, не заклинит в общем. Где цепляется кардан. Да, он может подклинить, но он так не заклинит, как когда на колесах. Да. Красавица, а? Да, да. У меня первая машина такая была. Это моя первая из классики, когда я ее нашел. А потом я заболел вот такими капсулами. Это оригинал. Ты в курсе или нет? Ну, это... Я поверить не могу. У Паши есть москвич, но перекрашенный, подобного цвета. Паша не верил. Паша не верил. Не, я смотрю, ну, типа, понял. Я смотрю и понимаю, что вроде бы как оригинал. Думаю, ну, блядь, а как так? Оригинал полностью все сохранилось. Ничего не менял. Только у Паши масло менял, и все. И она у меня стоит 12 лет. Четыре раза ездил. За 12 лет, блядь. А сколько пробегов у нее? 43 тысячи. Ну, такой пробег. Ездила все время в парафине. Ее отмыл я первый раз ее отмыл. Она вся замазана была, понял, такая. Ну, у меня есть фотки, видео есть. Ладно, что, стартуем по вот. Да, я тогда сейчас... Планы у меня поменялись. Все очень быстро меняется. Эвакуатор сейчас едет к Паше. Паша ее выгружает. Я говорю, Паш, что мне ехать к тебе? Сейчас уже 3 часа. Я приеду, снял машину, уехал. Потрачу на дорогу целый час. Нет смысла абсолютно. Он говорит, ну, правильно, приезжай завтра, будем ее делать. Так что сегодняшнее видео заканчивается на том, что Паше, я сказал, Паша, отправь мне видео, как ты сядешь, спустишь ее и загонишь внутрь. День первый закончился. Правильно, правильно. Завтра, в общем, сегодня это видео, на этом я финиширую. Завтра второй день уделяю полностью опять нашей семейной капсуле времени. Все. Вот так вот я решил. Ильич, ждем тебя завтра с кофе. Тачка твоя приехала, сейчас будем ее снимать, но мы тебе не покажем, как. Спасибо. 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 Спасибо.